Здравствуйте, уважаемые участники сегодняшнего вебинара. Я рада приветствовать вас от имени коллектива Балтийского федерального университета имени Канта. В этом году мы являемся организаторами Олимпиады «Я профессионал» по направлению туризм. Я рада, что вы сочли возможным участие в этой Олимпиаде и надеюсь, что вы проявите все свои способности, интересы для того, чтобы выйти в финал и стать победителями этой Олимпиады. Сегодня у нас установочная сессия. Я передаю слово Людмиле Владимировне Семеновой. Здравствуйте, уважаемые друзья, будущие коллеги. Я думаю, много из вас коллег, которые уже занимаются и нашли себе призвание свою и работу в сфере туризма и гостеприимства. Очень приятно, что наше направление вызвало такой большой ажиотаж, что у нас больше 9 тысяч участников. Я сейчас вам попробую рассказать об основных каких-то установочных моментах, связанных с проведением Олимпиады, и потом мы будем готовы вам ответить, естественно, не на тестовые вопросы, но ответить вам, направить вас в, так скажем, в те предметные области, на которые стоит обратить внимание. Итак, сама Олимпиада будет проходить следующим образом. Заочный этап у нас с вами. В ваш личный кабинет пришли уже всем должны, или в течение там небольшого промежутка времени придут приглашения на прохождение тестирования, которое предполагается на заочном этапе, так как большое количество участников вас разделили на четыре больших группы, поэтому если вдруг кому-то пришло приглашение на одну дату, кому-то из ваших коллег, друзей пришло приглашение на другую дату, ничего страшного, это просто разные у вас получили, вы попали в разные группы. Вопросы в каждой из групп, сразу скажу, тестовые вопросы, они уникальны, поэтому нет похожих вопросов, и это было, естественно, связано с тем, чтобы вы проверить ваши знания, чтобы вам было, у всех были одинаковые условия для прохождения этой Олимпиады. По результатам прохождения заочного этапа будет уже сформирован список финалистов, и финал у нас будет проходить тоже достаточно специфично, нестандартно. Могу сказать, что часть финалистов и финалисты приедут к нам в Калининград, и это будет уже в апреле, в апреле Калининград замечательный, Калининградская область вообще замечательная территория, и мы будем проводить здесь уже финальные испытания как раз в Калининграде, в нашем Балтийском федеральном университете. Теперь, что касается самих направлений Олимпиады, предметных областей, на которые вам необходимо обратить внимание. Хочу представить вам специалистов, которые как раз разрабатывали тестовые вопросы, специалисты предметных областей, которые узко, так скажем, погружены, глубоко погружены в те или иные направления. Это Алексей Юрьевич Анохин, сертифицированный гид, экскурсовод, занимается, работает в комиссии по агрессии наших экскурсоводов, уже на протяжении ни одного года, и ни двух, и ни пяти даже, занимается подготовкой экскурсоводов для нашей Калининградской области, которые работают, в частности, не только в Калининградской области, но и работают за пределами, уезжают в Россию. То есть специалист в спортивном туризме, специалист в экскурсоведении. И второй специалист, который представлен эксперт, это Анна Владимировна Митрофанова, специалист в области, основное, так скажем, предметное поле, это государственно-муниципальное управление в сфере туризма, это как раз стратегии развития туризма. Анна Владимировна работала на справительстве Калининградской области в сфере туризма, как раз в отделе, связанном и курирующем это направление. Поэтому хорошо знает, как муниципальные особенности, федеральные особенности развития индустрии туризма. и сейчас преподает в Балтийском федеральном университете, поэтому специалист очень глубоко знающий те или иные направления. Поэтому давайте я сейчас передам слово Алексею Юрьевичу, он расскажет про свой профиль, про свое направление, в котором представлены вопросы этого направления, чтобы вы знали, на что обратить внимание, что может быть посмотреть, почитать еще раз. Пожалуйста, Алексей Юрьевич. Спасибо. Добрый день, уважаемые участники Олимпиады. Очень приятно, что такое количество желающих обратиться к этой отрасли у нас появляется. Сразу отмечу тот важный момент, что экскурсионное обслуживание является одним из центральных мест в туризме. Разумеется, база гостиничное хозяйство, но затем у туристов возникает вопрос о времяпровождении. Поэтому спасибо, меня точно представили. У меня сразу несколько направлений. И один из них – это экскурсионное обслуживание. В этом плане мы говорим о подготовке специалистов в области экскурсионной теории, методики. Разумеется, в Олимпиаде не будет вопросов по краеведению, потому что оно в высокой степени региона специфично. Но отдельные моменты, которые касаются всех участников нашей Российской Федерации, они там могут присутствовать. Также, что касаемо, спортивного, экологического, сельского туризма – это одна из текущих тенденций. Дифференциация туристского обслуживания уже давно проявилась. И от массового туризма мир переходит к более его мягким формам. Термины жесткий и мягкий туризм – это устоявшиеся термины в современной туристской отрасли, равно как и ее определенное мигрирование в сторону экономики впечатлений. То есть от туристского продукта мы уходим в сторону экономики впечатлений. И поэтому времяпровождение туриста, то, что мы можем для него организовать, является одной из ключевых особенностей. Я, наверное, буду заканчивать в том плане, что, наверное, будет интереснее вам слушать не мои монологи, а участвовать в диалоге, задавать определенные ваши вопросы. Поэтому передам микрофон своей коллеге Анне Владимировне. Участники Олимпиады рады очень вас приветствовать. Для нас очень важно, что проходит Олимпиада на базе платформы нашего Балтийского федерального университета. И мы постараемся создать максимально благоприятные условия для того, чтобы вы получили удовольствие от этого образовательного интересного мероприятия. Я бы хотела пробежаться предметно по тем вопросам и тем предметам исследования, которые будут посвящены ваши тестовые вопросы, чтобы вас как-то направить и помочь подготовиться. Значит, первый блок вопросов будет посвящен нормативно-правовой базе. Больше всего внимания постарайтесь уделить еще раз, конечно, все вы его знаете. Федеральный закон об основах туристской деятельности в Российской Федерации от 24 ноября 1996 года со всеми изменениями и дополнениями. В рамках данного закона посмотрите понятийный аппарат требования к туроператорам, к турагентам, туристическим организациям, легальное поле, как они должны работать на туристическом рынке. Вопросы будут составлены не по конкретно понятийному аппарату закона, а будут смоделированы определенные ситуации, и мы будем смотреть, как вы ориентируетесь в этом законопроекте, и как вы можете ту или иную ситуацию интерпретировать в соответствии с данным законодательным актом. Например, будут представлены такие ситуации, когда вам необходимо будет определить, к какой категории статистического учета относится та или иная категория, которая представлена в ситуации. А далее отдельный блок вопросов посвящен государственным инструментам развития туризма, таким как национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», федеральная целевая программа, реализованная в Российской Федерации, развитие внутреннего въездного туризма в Российской Федерации, под программу «Туризм» Министерства экономики Российской Федерации. Вам необходимо ориентироваться в мероприятиях данной программы, и вопросы будут содержать определенные такие моменты. Далее, по вопросам стратегического развития в сфере туризма, прошу обратить внимание на стратегию развития туризма в Российской Федерации, которая действующая до 2035 года. Отдельный блок вопросов посвящен методам научных исследований в сфере туризма. Также будут смоделированы определенные ситуации, и вам нужно будет выбрать тот или иной метод научных исследований, который будет позволять оптимально решить поставленную задачу. Отдельный блок вопросов посвящен таким дисциплинам, как инновационное развитие сферы сервиса и гостеприимства, либо в некоторых вузах данная дисциплина читается как управление инновациями. Обратите внимание на типы инноваций различные, и будут также смоделированы ситуации, в которых необходимо будет определить, каким инновационным процессом, технологическим, организационно-управленческим и так далее инновациям относится та или иная ситуация. Далее представлены вопросы по технологии формирования туристских продуктов. Вам необходимо знать ГОСТы, которые рекомендуют, например, ГОСТы по проектированию туристических продуктов, ориентироваться в вопросах страхования в сфере туризма. Далее посмотреть типы организации питания туристов во время организации туров и во время экскурсионного обслуживания. Большой блок посвящен географии туризма, и есть такие вопросы, например, типология курортов, их местоположение в Российской Федерации. Посмотрите, пожалуйста, вспомните бальнеологические ресурсы, спелеоресурсы, историко-культурное наследие, объекты ЮНЕСКО Российской Федерации. Алексей Юрьевич уже сказал, что будут вопросы посвящены определенным видам туризма различным. И, кроме того, помимо видов туризма, национальные турмашруты, календарь событий. Самые последние новости по этим вопросам можете посмотреть, в том числе на официальных сайтах Россия Тревел и, например, Визит Раша. Желаем вам удачи. Будем ждать от вас, если какие-то уточнения еще, вопросы. Но в целом, я думаю, постаралась достаточно полно осветить те моменты, по которым вам необходимо готовиться к нашим тестовым вопросам. Спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, друзья и участники, у меня еще к вам большое такое, забыла сказать вам сразу, если вдруг у вас возникают по ходу вопросы, вы можете их написать в чат, мы сразу же на них ответим. Потому что такой возможности больше, наверное, не предоставится. Что хотела сказать еще вам по поводу тестовых вопросов, это общая сумма, максимальная сумма баллов, которые вы можете набрать за тестирование, это 100 баллов. Вопросы есть разноуровневые, они… есть очень сложные вопросы, ну, старались, есть вопросы совершенно простые, поэтому ориентируйтесь, пожалуйста. Вопросы распределены, опять же, рандомным образом, но вес каждых вопросов, да, и сложность вопросов во всех вариантах, она практически одинаковая, не практически, а полностью одинаковая. поэтому разница в вариантах и в вопросах, она не оказывает влияние на сложности того или иного варианта. То есть не будет один вариант такой, очень сложный мне попался, а вот моим друзьям очень легкий вариант, такого не бывает. На самом деле все вопросы, они приблизительно одинакового уровня сложности, и предполагают, что вы проявите себя, осветите, представите свои, так скажем, знания в лучшем образом. Пожалуйста, теперь, если есть какие-то вопросы, в чате мы смотрим, никаких вопросов нет, но если вдруг у вас вопросы есть по содержательной части, по, может быть, процедурной части, пожалуйста, можете задавать нам вопросы, и мы на них ответим. Уважаемые коллеги, но так как, друзья, так как вопросов у вас нет, мы, в принципе, то, что хотели вам осветить, мы вам представили и рассказали. Если у вас будут вдруг вопросы, вы можете еще в чат написать, а так всем удачи, всем успехов, и я надеюсь, что до встречи в лучшем городе, в лучшем регионе Калининградской области. Мы будем вас очень ждать, искренне рады вас встретить и показать вам самое лучшее, что у нас есть в регионе. Всем удачи, всем хорошего и успешного прохождения тестирования. Всего доброго. Есть ли чувствительность к регистру в ответах? Вопрос. Вы имеете в виду, я так понимаю, что это заглавная буква или прописные? То есть, по-моему, такого нету. Главное, чтобы вы правильно ответили. Вы сразу же забыла вам сказать еще, проверка тестирования, она предполагает два уровня. Сначала, естественно, вы заполняете тестовые вопросы, система оценивает, рассматривает, но бывают, я же понимаю, бывают ошибки, и мы все люди, кто не ошибается, может быть, вы неправильно букву какую-то указали, может быть, нервничали, переживали, буквы местами поменяли. Все равно все тестовые вопросы, все ответы у нас, мы берем две недели срока и перепроверяем, смотрим, как ответили именно с точки зрения корректности оценки машиной правильности, неправильности ответа. Это если, например, у вас неправильные ответы, правильные, конечно, мы не рассматриваем, неправильные ответы мы смотрим. Это вопрос, естественно, не с выбором. Там есть вопросы, укажите, и дальше закрытые вопросы, так называемые, тогда вы делаете выбор. Это касается тех вопросов, где вы должны вписать какие-то значения, показатели, названия, что-то там описать. Поэтому будем рассматривать именно эти вопросы с точки зрения правильности написания тех или иных терминологий, тех или иных букв. Поэтому если даже вдруг случается, что вы вдруг что-то там, букву какую-то не дописали, и машина у вас сказала, что ответ неправильный, бывает, могут быть такие варианты, что при ручной проверке таких ответов ваших мы, естественно, зачитаем вам правильный ответ. Еще какие-нибудь вопросы есть? Конечно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну все, прочитали в чате, что все понятно. Спасибо вам большое за вашу реакцию, за ваш отзыв. Еще есть вопросы? Нет? Всего доброго! До свидания! Всем удачи! Субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...